Изложенное доказательство никак не использовало специфику того, что мы рассматриваем именно простое число P, а не произвольное поле. Смотрите, пусть у нас есть абсолютное произвольное поле, и в нем какая-то конечная абелева подгонка. Что это значит? Это значит конечное множество, произведение и частное элементов, в котором нуля нет конечного, то есть делить можно, умножать можно, то произведение частное принадлежит этому же самому конечному множеству. Итак, P в поле, не важно, конечное, бесконечное. И G это конечная подгруппка. Звездочкой обозначается, что мы рассматриваем в качестве операции умножение и выбрасываем 0. Давайте докажем, что G циклическая. То есть существует, то, что Галдовский называл первообразным элементом, существует такой элемент в группе G, что, если вы рассматриваете всевозможные степени, то есть все, что порождено элементом А, если угодно, как взять единицу, А, А в квадрате, или какая-либо, или какая-либо, то это будет наша группа G. То есть не только для вычетов по простому модулю, но и для любого поля. Например, если вы берете комплексные числа, то там есть такая замечательная вещь, как группа корней из единицы. Ну вот, например, сейчас я вам рисую четыре точки от единицы и минус единицы и минус. Легко понять, что произведение любых двух из этих чисел это одна из этих четырех точек. Вот, прекрасно. Порождающих элементов здесь два. Это число И и число минус И. Если угодно, можно взять из восьми или, если угодно, из трех корней третьей степени из единицы. Так вот, теорема, которую мы сейчас докажем, утверждает, что, собственно, никаких других в С со звездой нет, потому что должна быть циклическая. То есть должно быть какое-то число, умножаем, 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 умножаем на себе и в какой-то момент получаем единицу. Это и есть самое первообразное корень. Более того, если она состоит из некоторого количества n элементов, то образующих в точности φ от n штук. И элементов порядка r, где r делитель n, в точности φ от r штук. И ситуация ровно такая же, как для поля вычетного модуля. Давайте это докажем. Это, к счастью, совсем просто. Просто надо предыдущее доказательство провести один к одному. Смотрите. Во-первых, если количество элементов это n, то надо понимать, что a в степени n для любого элемента, для любого g из множества g, g в степени n для этой единицы. Ну, по-разному это можно доказывать. Один способ – это так называемая теорема Лагранжа. Это вот что такое. Надо взять элемент g, умножать его на себя, то есть рассмотреть группу на порожденную g. И после этого рассмотреть смежные классы, то есть на какой-то из элементов группы g умножить, это называется смежный класс. Тогда все на эти самые смежные классы разобьется. Заметьте, это ровно то, что мы делали, когда доказывали малого теоремы Ферманус. Было такое доказательство. Рассмотрим любое число, его порядок, и после этого все разбивается на такие циклы. В общем случае ситуация ровно такая же. И, соответственно, вот это число n разбивается на некоторое количество циклов, ну и значит, порядок любого элемента является делителем числа n. Точно такое же доказательство, что у нас уже было. Отлично. Ну и, значит, возводим еще в степень, получаем, что g в степени n единица. Замечательно. И дальше. И дальше. Смотрите. То, что я только что говорил про уравнение. Помните, было такое уравнение? А в степени d равно единице. Чем мы пользовались? Что у этого уравнения решений не больше, чем d штука. Правильно? Ну, собственно, в любом поле ситуация ровно такая. То есть мы... Давайте еще раз, как доказательство каоса звучит для этой ситуации. Мы говорим, что вот есть у нас число n. Доказываем лемму. Для любого делителя d числа n элементов порядка d, либо 0, либо φ от d штука. И после этого говорим, что если просуммировать по всем возможным делителям числа n, то получим, разумеется, число n, потому что у каждого элемента есть порядок, являющийся делителем числа n. А с другой стороны мы получим эту сумму, в которой карта с лагами либо равно φ от соответствующего делителя, либо равно 0. Ну, значит, на самом деле никаких нолей там нет. Давайте еще раз повторю доказательства. У нас мы рассматриваем всевозможные делители d числа n. n – это порядок группы количества элементов конечной подгруппы. Мы говорим, что вообще-то у каждого элемента есть порядок. Знаем, я объяснял про теорию Мелагранжа, или, если угодно, если не про теорию Мелагранжа, то так, выписываем все элементы группы через запятую, каждый из них умножаем на а. Получаем а, g1, а, g2 и так далее, а, gn. И говорим, что получилась какая-то перестановка. Замечательно. Значит, как множество, вот это множество совпадает с этим. Значит, если перемножить, то произведение, g1 и так далее, g1, равняется вот этому произведению. Давайте я это напишу здесь вот. Ставлю знаки умножения и там тоже вместо запятых ставлю знаки умножения. Вот. А теперь сократим на g1, на g2, на gn. Получится слева единица, а справа а в степени. Все. Вот это я доказал. Не обязательно по Лагранжу, можно просто так перемножить. Просто, когда группа не кондативная, то такой простой способ не срабатывает. А если у нас кондативное, то у нас же поле, поэтому произведение элементов не зависит от порядка, то можно и так попросту. Итак, в любом случае мы поняли, что а в степени n равно единице для любого элемента. Для любого элемента из группы, g в степени n равно единице. Понятно. Значит, порядок любого элемента является делителем числа n. Ну, объясняю. Представьте себе, что g в какой-то там степени это единица. Если r это наименьшее натуральное число, для которого g в степени n равно единице, и если бы при этом n не делилось на r, то мы могли бы сделать очень простую вещь. Разделить n на r состав. Остаток получится qr плюс какой-то там остаток альфа. Здесь альфа больше нуля и меньше r. Замечательно. И возводим g в степени n. g в степени n это, во-первых, единица. А во-вторых, это g в степени r в степени q умножить на g в степени альфа. Но g в степени альфа тоже единица. Значит, получается, что единица это единица в степени q умножить на g в степени альфа. Значит, g в степени альфа это единица. А мы говорили, что r наименьшее. Понятно? Вспомнили? Это было, когда мы занимались малой теорией Ферма, но полезно. Итак, получается, что r это не просто себе порядок, это обязательно делитель числа n. Отлично. Значит, я могу дальше писать не r, а d. Делитель числа n. Теперь рассматриваем вот такое уравнение. a в степени альфа на единица. Предположим, что у него есть какое-то решение именно порядка d. Что это значит? Это означает, что a, a в квадрате и так далее, a в степени d минус 1, это все числа отличные от единицы. А вот, когда возложишь в d в степень, то получается единица. Вот, смотрите, какая замечательная вещь. Они тогда все разные. Конечно, потому что, если бы эти два были одинаковые, то, скажем, a в степени x равнялась a в степени x плюс y, то тогда a в степени y равнялась бы единице. А значит, у a было бы меньше порядка. Итак, они все разные. И тогда мы получаем замечательную вещь. Мы получаем список из d элементов, вот этих, d штук, единица, a и так далее, a в степени d минус 1, которые все являются решением вот этого уравнения. Понятно почему? Потому что, когда возводишь любое a в степени x в эту степень, то это будет a в степени d в степени x. Но a в степени d единица, то есть у единицы. Отлично. Значит, но, внимание, в поле, это очень важная вещь, мы пользуемся тем, что у уравнения не бывает больше, чем две решения. Ни у какого уравнения не бывает решений больше, чем у его степени. Значит, мы на самом деле выписали все полы. Все без исключения. Теперь то рассуждение, которое я, мне кажется, тогда понятно объяснил. Что среди них бывает a в степени k, где k взаимно просто, и бывает, где k не взаимно просто. Правильно? И вот, если у меня есть a в степени k, где k взаимно просто, то понятно, что меньше, чем в этой степени нельзя вывести. Почему? Потому что у нас есть a в степени k, где k взаимно просто с числом d. Мы хотим развести в какую-то еще степень, и чтобы km делилось бы на d. Ну, потому что иначе нельзя, чтобы получилась единица. Значит, m должно быть равно d. И вот. И наоборот, если у k есть какой-то общий делитель l, то в таком случае достаточно развести в степень d разделить на l, и уже получим единицу. Так объяснил? Значит, действительно, либо элементов порядка d вообще нет, либо их ровно fi от d штук. Ну, и дальше вот та идея груза, что сумма, взятая по всем делителям числа n от функции a равна n, значит, в точности должно быть равно. Понятно? На самом деле, если знать так называемую основную теорему об абельных группах, то есть то, что любая абельных группа предстоит в виде прямой суммы циклических, то тогда вообще доказывать нечего. Потому что, когда вы смотрите, она разложена на группы G в прямой сумме циклических, то если бы результат не был циклической группой, то это означало бы, что среди этих самых прямых слагаемых у нас есть отвечающие одному и тому же простому числу. Группу веществ по модулью P в степени альфа и по модулью P в степени бета. И тогда уравнение A в степени P равна единице было бы минимум P квадрат решений. Ну, в общем, для тех, кто понимает, что такое основная теорема об абельных группах вообще делать нечего, но я сейчас и без нее сумел все доказать. Спасибо.